Здесь так красиво, я перестаю дышать Звуки на минимум, чтобы не мешать Эти облака Фиолетовая вата Магия цветов со льдом наших закона Здесь так красиво, я перестаю дышать Звуки на минимум, чтобы не мешать Эти облака Фиолетовая вата Магия цветов со льдом наших закона Всем привет, с вами Ян Клинов И сегодня мы наклеим новое видео И это первое моё видео по серии Back to School, снова в школу. И сегодня я вам покажу свою канцелярию. Предлагаю из канцелярии начать с тетради. Потому что мне кажется, тетради во всех Back to School это самое интересное. То, что досмотрю до конца. Все тетради я покупала в твоём. И практически все вещи оттуда, из канцелярии. Вот такая тетрадь по алгебре. Её долго там искала, я хотела её очень давно. Но, и когда мы приехали в Твой, её не было. То есть я её не нашла, не могла найти. Я, наверное, куда-то закопали. И я её искала просто по всем полкам. В итоге я её не нашла. Я такая, ну ладно, не куплю уже её. И тут мне мама её находит. Потом вот такая вот тетрадь с милым принтом. Вот такая тетрадь. Они пока что все в клетке уйдут. Я скажу, когда буду сфиньейку. Вот такая тетрадь по информатике. Здесь очень много предметных. Биология. Очень красиво. Мне нравится её принт. Вот такая вот тетрадь. У меня она была под рисунки. Пока я не знаю, что это будет. Возможно, черновик мой. Вот такая тетрадь. Вот такая. Вот такая тетрадь с котиками миленькими. Вот такая тетрадь. Это будет не моя тетрадь. Я её подарю. Вот такая тетрадь одинаковая тетрадь. Вот такая тетрадь в линейку. 12 листов. И сзади расписание уроков. У меня, конечно, здесь уже висит расписание. Вот такая тетрадь. Вот такая тетрадь по географии. Тетрадь для записи иностранных слов по английскому. Ну, я её буду использовать по английскому. Общество знания. Физика. Ещё одна алгебра. Русский язык. Нам нельзя толстые тетради по-русскому, но можно только тонкие. Тетрадь по-английскому. Мне очень нравится с вот этой вот телефонной гудкой. Тетрадь по геометрии. Я перехожу в седьмой класс, и у нас алгебра, геометрия и физика новые. Ну, и как же без самых обычных тетрадей? 10 в линейку, 10 в клетку. Каждая из этих тетрадок стоила примерно до 40 рублей, не больше. Теперь вам, наверное, интересно увидеть мой дневник. Вот такой вот у меня дневник. Он не чисто белый, как вам может показаться. Он в точечку, и он не понравился. Он с мягкой обложкой, стоил он 300 рублей. Дальше я купила вот такие магнитные закладки, потому что нам на учебнике они нужны. Ибо у нас приходит, можно так сказать, библиотекарша, который проверяет наши учебники. Нам обязательно нужна закладка, и она поставит минус. И, в общем, нужно будет со мной показать, что у тебя есть закладка. И чтобы уж наверняка, я купила еще одни закладки, потому что четырех мало, я считаю. Я купила вот такие вот маленькие, удобные в пенал. Закладки стоили примерно до 50 рублей, до 60. Я купила дырокол, и он мне как раз так вчера пригодился, чтобы я сделала себе еще один заклад. Дырокол я не знаю, сколько стоил, потому что, во-первых, мы человек выкинули, он был огроменным просто. И, во-вторых, в твоем не пишут цены. Карандаши, которые я не знаю, сколько стоят, я не знаю, где мы их покупали. Это было в прошлом году, я просто ни единым не попользовалась, вообще ничего не трогала сюда. И нашла их, вот. У меня есть отдельная коробка, где у меня уже есть какие-то использованные вещи, которые у меня в хорошем, очень хорошем состоянии. Как будто только новый, вот, это тоже к этому относится. Я купила вот такую расческу, которую буду носить с собой в школу. Простите за посторонние звуки, если вы что-то слышите. Эта расческа называется Tangle Teaser, вроде бы. В общем, она классная, она мне нравится. Дальше я купила вот такие вот наклейки, они стоили 20 рублей. Расческа стоила 99 рублей. Цветная бумага, которая тоже не знаю, сколько их стоила, потому что мы покупали где? В твоем, правильно. Альбом тоже в твоем покупали. Такой вот он фиолетовый. У меня есть еще один альбом, потом, может быть, как-нибудь вам его покажу. И вот такая тоже цветная бумага, фиресцентная. Мы купили две акварели. Я не помню, где мы с бабушкой покупали. Каждый из них стоил 74 рубля. Это мы по скидке. И мы купили две. И я уже одну умудрилась разбить, но ничего страшного. Приступаем к моему пенальчику. Он у меня обычный, однотонно-бежевый, на котором нарисован компас. И что-то написано. На обычной молнии. Он вместительный довольно-таки. Вот, да. Здесь у меня лежит обычный клей. Карандаш. Самый обычный. Стиралка от Милан. Я решила, что не пилос куплю, а Милан. И я думаю, что они абсолютно одинаковые. Маркеры. Каждый из них стоил 56 рублей. Это стоило, по-моему, 70 рублей. 70 с чем-то. Ластик стоил примерно рублей 30. Дальше мы купили вот такую замазку. Я не знаю, сколько она стоила. Вроде бы в районе 56 рублей. Это не точно. Купили вот такие две ручки пилот, потому что я обожаю пилот по 0,7. Мне вообще как бы не важно 0,7 или 0,5. Еще я купила вот такую ручку с эмоджи. Не эмоджи, не эмоджи, а эмоджи. Потому что, наверное, что многие говорят неправильно. Эмоджи. Вот, да. Ручка стоила 56 рублей. Ну, а теперь самый долгожданный. Это мой портфель, который вы видите. Бритюк. Он обычный бежевый. Вы можете его увидеть. У него вот этот большой карман. И на замке какая-то штучка. И в нем ничего нету необычного. В эти вот края. Он кожаный. Вот. Самый обычный рюкзак. Здесь у меня лежат тетрадки, которые идут к нашим учебникам. Я их вам просто так быстренько подкажу. И тут еще лежат 5 тетрадей в клетку. Великолепная пятерка и одна сорок восемь листов. Такая вот обычная. Просто вместительная. Что еще надо? Куда? Ну, а это было все. Подписывайтесь на мой канал. Стойте. Нет, нормально. Надо прощаться. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить свои пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, потому что еще будет видео с одеждой отдельное. Одежды, конечно, не настолько много. Но мне кажется, это будет интересно. Даже про это платье вы увидите. Я буду на 1 десенте. Вот. Так что да. Всем пока. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok